Всем привет! Меня зовут Алина, я рада приветствовать вас у себя на канале и сегодня мы будем говорить о телесериале Крепостная. Крепостная это новый украинский сериал, который появился на телеэкранах совсем недавно, но уже успел завоевать очень большую популярность. Когда я увидела, что в Украине вышел телесериал, костюмированная драма о событиях 19 века, который происходит в Нежине, я сразу же решила его посмотреть, потому что когда-то в школе я была очень большой поклонницей бедной Насте и с тех пор обожаю костюмированные драмы. В центре событий мы видим 18-летнюю девушку Катю. Катя хорошо образована, она играет на музыкальных инструментах, танцует, владеет несколькими иностранными языками и с успехом читает свои крестные французские романы по вечерам в гостиной. Но есть одно большое но. Катя крепостная. Если в бедной Насте социальное положение главной героини тщательно скрывалось, то в крепостной о том, что Катя крепостная знают все, ну или практически все. Внимание, дальше могут быть спойлеры, поэтому если вы не смотрели два сезона сериала и не хотите портить себе впечатление, либо вы еще не читали книги, подумайте, стоит ли вам дальше смотреть это видео. Я не собираюсь пересказать вам абсолютно все события двух сезонов и двух книг, но я хочу поболтать с вами о характеристиках персонажа, их поступках, о их чертах характера в ожидании третьего сезона, который, по слухам, уже снимается. Итак, Григорий Червинский. Мне кажется, что если бы эта роль досталась актеру менее обаятельному и привлекательному, чем Михаил Гаврилов, то вряд ли бы женщины, зрительницы в разных странах и в разных городах с мечтательностью смотрели за событиями персонажа и думали, какая бы красивая пара была, если бы Катя обратила внимание на Григория. Но, если уж по справедливости, поступки Григория в начале сериала были, ну, просто отвратительными, и вряд ли о таком кавалере мечтает девушка. Но по ходу сериала мы больше начинали понимать персонажа, начинали понимать его поступки, начинали понимать, как, пожалуй, ему не хватало любви в своей собственной семье. И поэтому он вырос таким, каким он вырос. Но, по правде, во многих ситуациях он начинал поддерживать Катю, он начинал оказывать ей поддержку. И мне кажется, что их линия, она могла бы быть, если бы не то событие, которое случилось с Алексеем Косичем. Вот это была та точка невозврата, которая, пожалуй, поставила крест на возможных отношениях Кати и Григория, потому что, если бы Катя когда-нибудь поняла или простила Григория за это, ей бы это никогда не простил зритель. Мне очень нравится Григорий первого сезона, но он меня разочаровывает во втором сезоне, потому что он становится слабым, беспомощным, и все это заканчивается очень грустно. Но я надеюсь, что, возможно, этот персонаж все-таки вернется в третьем сезоне. Вы, конечно же, скажете, Алина, какой сезон, если мы слышали выстрел, если мы видели кровь на стене, и если мы думаем, что Григорий совершил самоубийство? Я думаю, точнее, нет. Я просмотрела много сериалов, и я хорошо знаю сериальную логику. Никогда нельзя быть уверенным на 100%, что персонаж вышел из сериала, даже если многие вещи очевидны. А согласитесь, что Григория после выстрела нам почему-то не показали. Анна Львовна, Крестная Катя. Знаете, когда я читаю отзывы в духе, какая же она добрая, какая она хорошая, она воспитала Катю как свою дочь. Я не понимаю людей, которые так считают. Она никогда действительно сильно не любила Катю. Она любила только себя, и она была достаточно эгоистичной. Почему так? Да, она дала Кате хорошее образование, она ее хорошо воспитала, она не жалела на нее денег. Но она не дала ей самое главное – свободу, и она даже никогда не думала о том, чтобы дать ей свободу. Она воспитала достаточно удобную компаньонку, с которой не скучно, потому что ее муж часто оставлял ее дома и уходил развлекаться. Она была одна, она тосковала, и она чувствовала огромную вину перед родителями Кати. Это мы можем увидеть во флэшбеках. И поэтому именно она из чувства вины, она решила дать Кате материальный достаток. Но она никогда не думала, что она сделала, по сути, ужасную вещь. Она вознесла Катю над другими крестьянами, она дала ей хорошее образование, выделив ее, и тем самым оторвав из своего социального слоя. Но при этом к слою дворян Катя, конечно же, не могла подняться. И если бы не Алексей, вряд ли бы кто-то такой обратил на Катю внимание. Потому что, насколько я понимаю, в случае такого брака, двери, многие двери перед Катей, перед Алексеем, они бы просто закрылись, и им было бы очень тяжело жить в Нежине. Но если честно, у меня стали закрадываться сомнения в связи с этим фактом, который мы даже очень часто слышали в самом сериале. Вспомните Жадана. Он бывший крепостной, он родился крепостным, но он сумел выкупить себя, выкупить свою тетку, смог сколотить состояние и стал купцом первой гильдии. Он стал крестным сына генерал-губернатора, общался с самыми знатными людьми Киева и вел с ними дела. Никто не брезговал общением с ним, и считали его достаточно видным, порядочным, интересным человеком. Более того, первые красавицы Киева хотели его женить на себе. То есть его невысокое происхождение не было какой-то преградой на пути к его счастью, его успешности в обществе. И мне кажется, что если бы у Кати была вольная, многих трагических событий в этой истории можно было бы избежать, но, конечно же, тогда бы мы с вами не смотрели с таким увлечением этот сериал. Еще один персонаж, о котором я хочу с вами поговорить, это Натали. Как по мне, так это один из самых добрых и адекватных персонажей этой истории. И мне очень жаль, что сценаристы сделали для нее такую несчастливую судьбу. В начале истории мы видим девушку, которой очень много поклонников. Она прекрасна, добра, мила, она очень открыта. Она даже не особо злится на жениха, практически ухажера, который полюбил другую девушку. Она не испытывает при этом негативных эмоций, хотя большинство женщин на ее месте, они испытывали бы какой-то негатив, пусть бы даже они не были влюблены в этого человека. Она такая открытая, у нее очень хорошая семья, ее любит отец, ее поддерживает брат. Но при этом Натали становится очень несчастной, когда она выходит замуж. И мне очень жаль, что в некоторых вещах нельзя вернуть время назад и нельзя изменить ее историю, потому что она, пожалуй, стала самым несчастным персонажем в финале второго сезона. Несмотря на то, что мне персонаж Натали очень нравится, я осуждаю ее за то, что ей не хватало в первой части истории смелости. Она не защитила Катю от Лидии, когда должна была это сделать, потому что Кате ей нравилось, она была тоже ее подругой, но ей не хватало смелости противостоять Лидии. Она не разрешила Кате идти сразу же попрощаться с Алексеем, хотя она должна была это сделать, потому что понимала, как для Кати это важно. И Катя должна была сделать это в первую очередь, а не ждать, пока это сделают другие. Есть очень много разных моментов, которые не совсем хорошо характеризуют персонажа, но тем не менее, я считаю, что это один из самых добрых и интересных персонажей. Кто знает, может быть для этого человека, для этого персонажа что-то изменится в третьем сезоне. Когда в финале первой части жених Кати погиб, и когда появился во втором сезоне Жодан, я стала думать, каким образом сценаристы смогут как-то сгладить вот это впечатление того, что события развиваются очень быстро, потому что Катя любила Алексея, они были очень милой романтичной парой. И Катя встречает Андрея, и у нее с ним тоже завязывается постепенно, не то чтобы романтически, а просто в начале доверительные отношения. Они начинают знакомиться, лучше узнавать друг друга, при этом у них много конфликтов. Мне нравится, что нам показали Катина сомнения, она сомневалась, хороший ли она человек, может, имеет ли она право любить вновь так быстро, потому что прошло еще очень мало времени. И вот эти вот события, они, ее сомнения, они смогли связать те события, которые произошли в первой части, с событиями во второй части. Если оценивать пары, мне кажется, что Катя и Андрей, они, конечно же, больше подходят друг к другу по социальному положению, потому что они оба бывшие крепостные. В данном случае я говорю про Катю, бывшая крепостная, потому что она получила свободу уже по факту второго сезона. Если бы сложилась пара все-таки Катя и Алексея, они поженились, им никто бы не препятствовал, тогда бы у Алексея было, наверное, очень много проблем и с его соседями, и с его хозяйством, и с разными делами, потому что бы на такую пару всегда смотрели с осуждением из-за их неравного социального положения. Но в случае брака с Андреем Жадановым, я думаю, что такого не будет. Неожиданно финальный персонаж, о котором я хочу с вами сегодня поговорить, это персонаж вице-губернатора. Нам показывают такого очень взрослого, умного, прожившего жизнь человек, который не осуждает свою жену за то, что она полюбила другого человека. Он не осуждает ее за то, что она родила от него ребенка. Более того, она даже не подозревает, что он все знает. Он принимает чужого ребенка как своего ребенка. Он нормально общается с его другим любимым человеком, потому что он ее очень любит. И более того, он понимает, что ему осталось не так много времени, и он хочет, чтобы с его близкими людьми был надежный человек, который бы позаботился о его сыне, который позаботился бы о его жене. Потому что для него очень важно, чтобы рядом с ними был, прежде всего, порядочный человек, который их очень сильно любит. Меня зацепила вот эта история. Меня поразил этот человек, и мне кажется, что история о Крепостной, без его участия, она не была бы настолько яркой, притягательной и интересной. Если вам также понравился, как и мне, сериал о Крепостной, обязательно мне напишите об этом в комментариях, расскажите о ваших любимых моментах, что вас разочаровало в финале сериала, что вам понравилось. И давайте подумаем, а что же будет в третьем сезоне, что можно ожидать. Пишите мне это все в комментарии, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на красную кнопку подписки, ставьте пальчики вверх и ждите новых видео. Если я буду видеть, что видео о Крепостной пользуется популярностью и находит у вас отклик, я обязательно сниму продолжение на эту же тему. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok